Всем привет, друзья! Меня зовут Артём Батрах. Как всегда, я озвучиваю для вас 10 самых красивых шайфов. Приматч молодёжной хоккейной лиги. Это у нас второй раунд плей-офф. И это серия «Белые медведи против Ирбиса». На 10-й строчке у нас Иван Стёжкин из «Белых медведей». Отдали ему на дальнюю штангу, и он не сплоховал передачи у Александра Кирпичникова. Остаемся мы с вами на востоке, только уже другая серия. Толпар против «Чайки». Ну и вот такой красивый гол от Никиты Шавина. Через всю площадку он проехал и вот ровно в середине игры бросил в ближнюю девятку. Красиво? Конечно же! Поздравляем Никиту Шавина! Далее матч, который «Чайка» выиграла очень крупно, но здесь толпар смог забросить одну невероятно красивую шайбу. Соответственно, её автор Данил Аймурзин. Но я бы отметил, конечно, Андрея Кузнецова. Именно Кузнецов вот здесь обыграл двоих. Дальше сделал передачу на дальнюю. Ну и там уже замкнул Аймурзин. Данил Аймурзин. Седьмое место у нас достается белым медведям. Здесь у нас розыгрыш лишнего. Хорошее движение шайбы. Ну и посмотрите, на завершение Кирилл Кадышев мог щелкать, бросать в касание, но нет. Он начал сближаться с воротами, сделал паузу, потом движение в центр и бросок в ближнюю девять. Красотища! Кирилл Кадышев. В Москву. Московское дерби. Красная армия против Динамо. Динамо играет в большинстве, а большинство заканчивается. И вот как раз на исходе большинства динамовцы забивают и выходят вперёд. Владислав Михайлов завершает эту красивую комбинацию, в которой поучаствовали Гутик и Прибыль. Но снова в Нижегородскую область. И да, вот эта шайба, она просто стала седьмой в матче. И здесь уже было понятно, что Чайка одержит победу. Но так как гол красивый, мы не могли его не взять в кипарет. Андрей Никонов вот здесь пробросил вправо, объехал слева. Ну и дальше завершение от Андрея. Пятая строчка. Чайка. Далее, внимание. Вот вроде бы Толпар бросил в центре, выиграл. И ничего такого особенного, но нет. Быстрая атака. Атака, в которую Александр Пашин бросает и забивает. Он бросает в падении. На нём были нарушены правила, но он всё равно забил. Александр Пашин и Толпар немного не хватило до попадания в тройку призёра. Зато в этой тройке призёров оказался Илья Федотов. Молодой и очень талантливый нападающий Чайки. Взял шайбу, обыграл двоих, потом третьего объехал. Может быть, бросок не очень в конце получился, но тем не менее, вот этот проход, да как не получил, получился. Прям под перекладину. Илья Федотов, Чайка, бронза. Очень красивый гол. Невероятно красивый. Всё сам сделал. Федот. Локос Ка. Внимание, овертайм. Голов в основное время не было. А в овертайме вот такой гол нарисовал Степан Никулин. Здесь корпус поставил и в противоход армейскому вратарю бросил. Степан Никулин второе место. Ну и радость игроков Лока. Шайба победная. Ну и вот так получилось, что Лока у нас на второй строчке, да ещё и на первой. Тот был-был красивый, но а это вообще что-то с чем-то. Максим Денежкин принимает, клюшка, конёк, убирает на неудобную и бросает в ближнюю девятку. Максим Денежкин, Лока. Самый красивый гол второго раунда. Максим Денежкин, Лока. Максим Денежкин. Редактор субтитров А.Семкин